Медик из Уфы собрал генеалогическое древо своей семьи из 68 тысяч фамилий. Представьте, мужчина изучал свою родословную 20 лет и нашел предков почти на всех континентах Земли. Петр Петров продолжает искать прапрадедов, параллельно пишет об этом большой труд и вообще мечтает попасть в книгу рекордов России. Правда, сделать это будет проблематично. А вот почему, расскажет моя коллега Наталья Бухмина. 20 лет он потратил, чтобы вырастить на своем генеалогическом древе 68 тысяч фамилий. Еще в 80-х уфимский стоматолог Петр Петров решил выяснить, кто основал его родную деревню. И зарылся в архивах. И за дня в день, как на работу. Сейчас жалеет. Не с того начал. Я неправильно сделал. Мне надо было идти породнее, по тетушкам, по бабушкам, по парабабушкам. А я пошел сразу в архив. И потерял три года. За три года мои бабушки умерли, которые могли сказать семь поколений. Сразу. Как зовут. Примерно год рождения. Петр узнал. Башкирское село Николаевка, где он родился и вырос, построили его прапрадеды. На этом не остановился, несмотря на недовольство жены. Мы приезжаем копать картошку, а Петя берет компьютер и идет по дворам всех переписывает. Мне это немножко как-то не нравилось, потому что у него на очереди была диссертация докторская, которую он отложил на 10 лет. Историки говорят, древо из 68 тысяч родственников для России рекорд. Больше двух тысяч еще никому найти не удавалось. Самые ранние документы, которые разыскал Уфимец 1727 года. Предки у Петра есть почти на всех континентах. Среди них и известные люди. Актер Владимир Стеклов, чувашские поэты Константин Иванов и Яков Уксай. Фразу «все люди братья» стоматолог воспринимает буквально и собирается писать об этом книгу. Однажды у меня сидел человек, мы общались. Он начал говорить про свои, я про свои, но я его записал, что он мне выговорил. Потом дома смотрю, в седьмом поколении у нас общий предок. Своё древо Петр сначала составлял на обычном ватмане. Вот она, родословная, занимает почти весь пол местного музея. Есть и электронный вариант. В поиске можно за считанные минуты разыскать даже самого дальнего предка, жившего в 18 веке. Правда, представители Книги рекордов России расстроили. Для фиксации достижения Петру нужно документально доказать, что все 68 тысяч человек — его родственники. Сделать это будет крайне сложно. Пока же самое крупное генеалогическое древо на Земле удалось создать эксперту по вычислительной биологии Яниву Эрлиху. Он сумел связать в одну большую семью 13 миллионов человек, живших на протяжении шести последних веков. Наталья Бухмина, Гульдар Губайдулина и Яна Маскаль. Лайв.